Уже в 9 утра у дверей 47-й школы Аншлаг. Порядка 200 выпускников из нескольких школ Липецка пришли сдавать ЕГЭ по математике. Вместе с ними только преподаватели, которые волновались даже больше, чем ученики. Я очень волнуюсь. Не спала всю ночь, как будто сама сегодня иду сдавать математику. Математика обязательный предмет и очень сложный. Я как филолог понимаю все волнение своих детей. Поэтому мы очень волнуемся. В этом году все очень строго. Поэтому дети без телефонов, без шпаргалок надеются только на собственные силы. Пока одни сверяют списки, другие уже с полной уверенности ждут своей очереди. Отбросив страх и волнение, многие школьники пришли сюда в бодром настроении. Готовились все 11 лет по программе. Конечно, никакого волнения нет. Все весело, интересно. Ход проверить свои знания. На что я хоть могу сдать эти экзамены. Еще на улице ребята чувствовали себя непринужденно, но переступив порог, настроились на серьезную волну. На входе юноши и девушек разделили. Каждого проверяли на наличие телефонов и других устройств металлоискателями. Уже перед аудиториями школьники еще раз сверяли документы и строили прогнозы на будущее. Если хорошо сдам, конечно, пойду в Воронеж и в Москву. Но судя по вариантам, которые нам сейчас сдают, это будет вряд ли. Потому что варианты очень сложные. Очень сложно готовиться, очень сложно сдавать. Потому что камера или такая обстановка вообще очень сложная. Во всех аудиториях, где проходит экзамен, особые условия. Шкафы опечатаны, а за школьниками следят две камеры. Четкое изображение они выводят на экран онлайн-трансляции. В каждом классе расположились по 15 человек. С обоим разрешили взять только документы, ручки и воду шоколадом. Волнение, думаешь, то есть все это перекручивается. То, что к чему готовился, то есть все сейчас смешано. Непонятно, что как. На этом пункте проведения экзамена явка оказалась почти стопроцентная. Не пришли всего треть человека. Это выпускники прошлых лет. За несколько минут до начала экзамена школьникам показали запечатанные бланки. Еще раз напомнили о правилах поведения во время ЕГЭ. На аудитории находятся организаторы, ответственные организаторы. И рядом помощник-организатор, который наблюдает за процессом проведения экзамена. Ну и в процессе, после окончания экзамена, заполняются протоколы, необходимые для того, чтобы зафиксировать, сколько контрольно-измерительных материалов, сколько учащихся находилось в аудитории и за процедуру проведения экзамена. Для сопровождающих педагогов тоже предусмотрели отдельное место. Все время, пока проходил экзамен, они волновались за своих выпускников. На свой класс провела. Это мой первый выпуск. Естественно, переживаем. Вот чтобы отвлечься сейчас с аттестатами, с их работой. Дети готовились очень серьезно. Никаких телефонов, никаких шкопоргалок уже с начала года. Даже об этом разговоре не было. Переживают. Экзамен по математике длился 3 часа 55 минут. Результаты своих стараний школьники узнают 20 июня. Юлия Челария, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время. Результаты и Jorge Кузнецов